Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Множество икон Девы Марии с разными наименованиями. Казанская, Иверская и множество других. Как их воспринимать? Ведь Дева Мария одна, невольно в голове возникает путаница. Разбираем вашу путаницу, разрезаем все эти гордевые узлы, и это несложно. Да, Дева Мария одна, а немного, там, Преста Богородица, Казанская или Иверская или Иерусалимская. Но в Казани, в Грузии, в Москве, в Японии, что Преста Богородица и каждый из иконописцев этой местности пишут ее так, как представляют в Китае, в Японии, в православных храмах этих государств, как вы думаете, как изображена Преста Богородица и святые? Не как европейцы, как японцы, как китайцы. Вы бы видели иконы эфиопских государств, где бледнолицые святые, темные, с додуши у них белые. Иконы Византии, нашей страны, они показывают Богородицу и святых Иерусалима, Сирии, Египта, как русоволосых с европейскими чертами лица. Ну, надо же помнить, что первохристианская община – это община чистокровных иудеев. И выглядели они несколько иначе, чем мы привыкли видеть. Опять же, иконы Преста Богородицы иногда связаны с чудесами, которые происходили, допустим, уже от других икон Преста Богородицы. Или кто-то из иконописцев осмысливает какие-то духовные реалии через их визуализацию. Допустим, изображая Престу Богородицу, раненую многими стрелами, говоря, что в этом видят наш страсть, наши грехи, которыми мы раним её сердце. Иконопись не стоит на месте, добавляется новыми сюжетами. Конечно, их не так много в современности. Я сейчас могу только вспомнить икону Божьей Матери Державная, которая была явлена миру в день отречения от престола святого царя Николая. Есть икона светописанная, афонская, тоже икона XX века. Так что, к какой бы иконе мы ни подошли, мы всегда молимся одной и той же Престой Богородицы. В этом плане мы не делим иконы Престой Богородицы по специализации. Перед этой иконой молись Божьей Матери об удачном замужестве, но не об успешных экзаменах. Об успешных экзаменах иди молиться перед иконой Престой Богородицы при убавлении ума. Там работает, а это не работает. Чистаховская не работает, а при убавлении ума работает. Это тоже такое некоторое язычество. Поэтому, какая бы икона Божевателя у вас дома не находилась бы, перед ней молитесь, припадывайте к Матери Божьей со всеми вашими просьбами, покаянием, славословием, хвалением. Она будет вас слышать вне зависимости от того, перед какой иконой вы молитесь. Но действительно есть какая-то особая благодатная сила, которую ты ощущаешь, осознаёшь перед иконами, которые вошли в историю церкви как чудотворные. Казанская, Владимирская. Если вы ещё ни разу не были в Третьяковской галерее и в храме, в котором хранится Владимирская икона Престой Богородицы, поедете, помолитесь, пока ещё есть такая возможность. Кто знает, что будет через 10, 20, 30 лет? Кто знал, что 23-й год войдёт в историю церкви как год изгнания монахов с Киопечерской лавры? Всё может произойти стремительно, мгновенно. Не только торопитесь добро творить, но и торопитесь побывать у святынь Русской Православной Церкви. Святынь других поместных православных церквей, с которыми мы ещё находимся в христианском единстве. И помните, что перед какой бы иконой ты ни молился, мы молимся не иконам, а тем, кто за ней находится. Воздавая честь образу, мы умом восходим к первообразу. Мы должны в своём молитвенном предстоянии выйти за пределы иконы, войти в мир духовный. В этом смысле напоминаю, что обратиться к Божьей Матери можно напрямую даже без иконы, даже без свечки, даже без платочка. Вот, где молитва теплится в твоём сердце, там и молись. В метро, в самолёте, дома, в походе, в горах, под землёй, везде Преста Богородица услышит тебя, где ты просишь её. Преста Богородица, помогай нам. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...